Всем привет! Мы едем за Прохором в лагере. Ой, тебе не дала поздороваться. Привет, говорит сына. Привет с игрушками, Сёма. Сёма, едем за братом, да? Да, наступил день, когда мы едем за Прохором. Прохор немного не добыл. Понедельник. Блин, я не могу с музыкой это. Вообще, надо её выключить полностью. Всё, и пауза. Ты моё слабое. Прохор не добыл немного. В понедельник ему, у него последний день забирать. А сегодня, в субботу, и мы едем забирать Прохора. Каждый вечер у нас были слёзы. Ребёнок нервничает, ребёнок плачет, ребёнок просится домой. Наше терпение лопнуло. Мы думали воскресенье забрать, но всё-таки рванули сегодня. Так что... Не ощутили прелести лагеря. Лагеряной жизни. Лагеряной жизни, к сожалению. Маловероятно, что теперь он захочет в лагерь ехать. Чему я очень... Так что в Акрестина его уже не заберут. В Акрестина не заберут? Не, он сказал, идите лесом со своими лагерями. Да, не знаю. И у нас Акрестина не спрашивает. Короче, едем забирать. Немножко, конечно, расстроена, что ребёнок без хороших впечатлений о лагере, потому что дальнейший лагерь тоже у него маловероятно, что будет. Не согласится он. Он бегает, бегает с собаками по трассе. Все время говорит, что он соскучился по Семочке. Семочка, ты хоть соскучился по братику? Да. Да? Хорошо, зайка. А что ты руки снял? Я тебе пристёгнула нормально. Где твои руки? Шлеечки на ручке. На ручке надо шлеечки, чтобы у тебя были. Сема снимает. И сидит только у него низ пристёгнут. Это неправильно. Семён должен пристёгнуть быть нормально. У нас сегодня утром 21 градус было, а днём 26 обещают. Так что, в принципе, нормальная погода. Вот, смотрите, кто там у меня. Но мы после этого поедем в магазин и на дом. Да, папа? Наверное. Надо съездить ещё домой, наверное, Прохора покормить. Посмотрим, что он там. Взять с собой. И поедем Настю. Вот. Так что, сниму вам, покажу, какой у нас отдохнувший, довольный Прохор. Я уже позвонила вожатым, сказала, что мы его забираем, чтобы подготовили документы. Оказывается, изготовить документы, только листик нужно откуда-то принести, чтобы я написала заявление. Ну, в принципе, если так было бы сложно, я могла бы и сама листик взять. Ну, едем. Напишем и заберём своего сына. Едем, велосипедисты создали пробку. Обогнать не можем сплошная. И как и шаги, тянемся. Тянемся. Вот. Видите, сколько таких? Потому что они едут. Вот. Создали такую пробку. Хоть бы посторонились. Не знаю. И обогнать никто не может. Потому что с речки едут. Сколько километров в час? 30 километров в час мы тянемся. Супер. По трассе, где 90 можно ехать. Даже 99. Весело. Субтитры сделал DimaTorzok Дима. Шишки собирает, да, Сёмка? Покажи, много у тебя уже? Детя. Что это тут? Что надо? Делик поменять, да? Что надо? Делик поменять. Да. У нас зарплата будет, наверное, в следующий понедельник. Да? Может быть, в пятницу тут. Плохо, плохо, плохо. Машину заправляем. А, понятно. Шишечка, да? Вот ты порядки им тут наведёшь. А нам будут валяться шишки. Ну что? Туда никого не пускают, только выпускают. И за передачками приходят сюда. И сюда приведут сейчас Прохора. Машина стоит наша. Сразу с открытым багажником. Вон, девушка идёт. Вообще пешкарусом. Видишь? А что тут? На такси приезжают. Она пешком как-то. Блядь, на Убере. Тут Убер пасёт, я не знаю. Она пешком. О, папа наш под капот решил залезть. Сёмка косолапый по лесу идёт. Шишки собирает, в пакет кладёт. Вдруг упала шишка прямо Сёмке в лоб. Сёмка рассердился и ногою то побежал наш Сёмушка. Бежал. Лидский квас. Лидский квас. Он не запрещенка? О, что у вас тут? Нормально всё? Надо сряпочкой протирать. Не надо. Надо. Зачем краску стирать? Где краска? Стряпочкой. Ну, не вот эту часть, которая обработана вот там. Чисто было. Чтоб пыль не было. Так, как чисто. Ну, сейчас пока да. Потому что тебе же там помыли. Потом. Ой. Деватель никто не мог. Всё помыли, типа. Было грязно. Да, правильно. Там никто не лазил. Так что она будет чистая-то? Вытертая. Там как с завода было. Надо смотреть. Всё, Мамашина, отойди. Ваня, возьми за руку. Он свои шишки. Он свои шишки почему-то бросил. Да, отходи. А, это вожатая, видишь? У неё был выходной. Всё. Муравейный спирт пахнет. Ждём, ждём. Нет у нас ребёнка. Листик мне должны принести. Я уже себе ручку нашла. Написать. Здесь очень вкусно пахнет. Сосновым лесом, я должна сказать. Тебе вкусно пахнет? Сосновым лесом. Я не знаю, как муравейный спирт пахнет. Ну, муравейник как пахнет такой небольшой кислотностью. Ну да. И вот тут запах такой. Вкусно. Сёма, ты что решил? Ворота сломать? Сёма, не ломай. Там система эта. Там же эта система. Чтоб не сломала. Сейчас придёт, брат. Сейчас как увидит Прохора под замор. Ты всё шишечками завязал? Всё. Так, это не трогай даже. Дети там что-то лозунги кричат, девизы. Живи, белорусская. Папа, ты как скажешь, вот что мне делать? Пи делать или вырезать? Нет. Шёл второй час ожидания ребёнка. Не, на самом-то деле ещё не второй. Слышишь, сейчас у него сумку перетрясут. Носков не досчитается. Короче, у Прохора беда в лагере. Сейчас расскажу. Ну как не докажено? Надо рассказать, как со слов ребёнка. А? Без меня. Да? Вы ножками болтаете. Вот так? Вместе, да? Поболтайте ножками. Сёма, ты умеешь болтать ножками? Не. А чё, не? Ты же красиво болтал. Сёма на публику не может. Не, мне кажется, Семён подрос немножко, да? Семён, не выделывайся. Ой, там, смотри, Прохор не идёт ещё. Нет. Прохор собственник своих вещей, поэтому он очень переживает. Как это так? В случае чего, если у него украдут. Сейчас как попал до полотан? А продукты? Это снова тебе. Ты думаешь, он все вещи собрал? Ты себя не отделил? Ты думаешь, он все вещи собрал? Нет, он своих собственник. Не-не-не. Отошла, рассказывая, потому что Ваня, говорит, без меня рассказывает. Конечно, не доказано, но со слов детей, со слов Прохора он рассказывает, плачет. Он это не может понять, воспринять. Здесь у них воровство. Есть мальчик детдомовский, и, видимо, с этим всё связано, но не пойман, не вор. У него, сумку у него перевернули, но ничего не нашли. Иди сюда, Сем. Иди сюда. В итоге, дети воруют. Ну, кто-то ворует. У детей продукты. Началось сначала, что продукты. Причем в разных палатках. То есть, это не вычислишь, что это... Сейчас пойдем. Собирай его с шишечки мне вниз. Не вычислишь, что это именно с этой палатки. В разных палатках ребенок какой-то ворует. В сумках берет сладости. Но вот последняя фишка. Это у одного мальчика пропало 9 пар носков. Но этого мальчика, правда, вчера уже домой забрали. Тоже дети не могут пережить. Наш тоже очень такой собственник идет. Сема, смотри, кто идет. Смотри, кто идет. Брата. Беги. Брата, можно. Обнимать будешь, брата. Иди. Давай. Беги. Давай, давай, беги. Иди, внимай. Брат. Прохор, да? Все, брат пришел. Привет, брат. Ты что, в двух майках? Совсем холодно тебе? Я вчера забыл снять. Да? Вчера забыл снять. А это мы на рынке купили? Нет, это твоя подруга подарила. Которая тебе буски давала. Которую ты день рождения продел. А нет? А буски не дадала? Нет, это Аня, да. А буски кто давал? Именинница, которая. А Соня? А Соня в лагерь уехала. Тоже, да. Там кого-то целуют. Ты смс-ку там пошли сказать, уже откинул. И, видимо, звонка. А кто кнут открыл? Прохор, закрыл окно. Придумал. Едем. Дети рады. Сема, ты рад видеть брата? Да? Все, Москве души. Нет. Все, мы счастливы. Смотри. Прошка, ты доволен? Да. Прошка паука вчера какого-то играл. Вожатая сказала, что жалко, что он такой хороший мальчик, что от них выезжает. Ну, есть мальчиши-плохиши, которые до последнего держат. А он хороший мальчик, Гэрис, уехал. Ты не сожалеешь? Нет? А может, уже сожалеешь, что домой едешь? Нет. Как раз во вкус вошел? Мама. Да-да. Или тебе только вечером очень хотелось? Ну, ты там кому-нибудь вертухи показывал? Да. Я там дрался. С кем? С Чайликом, с моей палаткой. А чего причина драки? Мамя. Мамя, вчера мы сказали, что нам в палатку не заходить. И чем нагло, что заходить, короче, я вам сказал. И потом, хочешь ли мы, я иду по жадам, он на меня налетил, но я ему начал руки ломать. Даша у нас не отталкивалась гостя, пошла в школу, это два килограмма, а я костя ему дал с ноги. Короче, там был не один детдомовский, сказала лажатая. Там много было детдомовских. Ну, Фрохор же говорил, поеду в детдом. Вот мысли материальные. Его надо в спортивный лагерь.